Любови Фёдоровне Мадеевой сейчас 93 года. Родилась она в деревне Жуково, на месте которой теперь проспект Ленинского комсомола. Деревня была прекрасная, деревня была ровная, чистая, вся в зелени. Особенно очень весной. Во-первых, около домов это сирень. В мае, когда цветёт сирень, эта деревня вся была ухала. Когда началась война, Люба Фёдоровна и её подруга поехали в военкомат с просьбой отправки их на фронт. В то время так поступали многие молодые люди. Закончив школу связистов, после принятия присяги, Люба оказалась на фронте. Наравне с мужчинами-связистами, девушки несли трудную солдатскую службу в боевой обстановке, обеспечивая бесперебойную связь. И бегу, и стриба идёт. И вот у меня буквально над головой автоматная очередь. Это вот так вот над головой. И я, значит, уже надо ползти. И вот я, значит, по-пластунски ползу. Связь-то мне надо восстановить. С командиром батальона мы же не знаем, что там. И ползу, а это и труха ползти-то. Я обратно встаю и бегу. И обратно у меня очередь над головой. Сержант Подяева в составе 65-й стрелковой дивизии прошла весь боевой путь. В марте 45-го она встретила своего будущего мужа. Твердахлебова Григория Константиновича. После боя от полка остаётся одна треть. И, значит, после ранения он к нам прибыл в полк. Бойна заканчивалась. Но тем ожесточённее было сопротивление противника. Один из таких боёв повенчал наших героев. В письме, написанном уже после войны, гвардии майор Твердахлебов вспоминал тот бой, когда они на наблюдательном пункте оказались буквально в 100 метрах от немцев. И где дали друг другу клятву верности, если останутся живы. Они остались живы. Но её Григорий Константинович умер уже в мирное время, облучившись на одном из стратегических объектов. Любовь Фёдоровна замуж больше не выходила и клятву сдержала. Мы не знаем, мы останемся живы или нет. И вот если останусь живы, до конца жизни поклялась ему в любви. И до сих пор в моём сердце только он один. У Любови Фёдоровны много фотографий. Все они дороги. Есть фотография, которая находится в музее боевой славы города Виляны, в освобождении которого принимала участие и наша героиня. В 1973 году там грубо поиск 2-го Прибалтийского фронта. И вот когда эта группа поиск нашли 65-ю дивизию и стали всех разыскивать, которые остались живы, и они нашли меня. Любовь Фёдоровна Мадяева после войны 25 лет отработала на оборонном предприятии. Была избрана депутатом Первомайского района города Москвы. На заслуженном отдыхе, пока позволяли силы, вела общественную работу. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.